Летние каникулы ещё даже не перевалили за свой экватор. Но с отдыхом и оздоровлением не нужно опаздывать. Многие славянские ребята приняли участие в мероприятии, которое надолго останется в их памяти. Речь идёт о туристическом слёте лета 2023, который прошёл в живописном месте Северского района. Окрестности посёлка Планческая щель – это отличное место, поросшее лесом низкогорье. Здесь есть всё необходимое для проведения турслёта, приуроченного к 80-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В слёте приняли участие команды из 20 школ Славянского района. Ребята соревновались в спортивном туризме и ориентировании, скалолазании, вязании узлов, лесном баскетболе, футболе и волейболе, а также стали участниками творческих конкурсов. Они со своими педагогами выехали пожить в лагере, поставили свои палатки, раскинули тенты, готовят пищу здесь в лесных полевых условиях и параллельно с этим проводят соревнования. К этим соревнованиям мы готовились, проводили на базе пятой школы, муниципальную школу туристской начальной подготовки, давали им какие-то азы и теперь они выехали в настоящие боевые условия, показать здесь свои умения и навыки. Пока программа у нас идет по плану, мы успели сегодня провести несколько дистанций, спортивное ориентирование, а также блок наук, в который входит краеведение, работа с картами, измерения, сборка спил с карт, ну такого плана. Пока все у нас получается. В лагере ребята стараются приобрести туристические навыки, научиться ставить палатки, разжигать костер для приготовления обеда, находить азимуты, прокладывать и проходить нужный маршрут. Начинается дождь, мы что-то придумываем всегда в лагере. Сегодня у нас проходили очень интересные мероприятия, у нас было краеведение, мы собирали стилс-карту Краснодарского края по районам, мы измеряли расстояние до непредалимого объекта, тоже очень интересно, угадаешь, не угадаешь, еще думаем, будет ли у нас сегодня еще что-то. Сегодня должны будем вязать узлы. Туристический лагерь это очень здорово, весело и всем советую ездить на природу и не бояться. Тур-слет лето 2023 это такая своеобразная школа, где преподается и тут же закрепляется на практике действительно важное и нужное. И ребята приезжают на слет год за годом, потому что это им просто очень нравится. Я езжу каждый год на слет и тут очень классно, потому что тут разная погода, разные испытания, разные эмоции и разные люди, все. Для меня летние каникулы очень забываемые, потому что я езжу каждый год на турслет и тут я бегаю, соревнуюсь, отдыхаю. Самое главное, никакая непредвиденная ситуация, к примеру, внезапный ливень не застигнет ребят врасплох. Они готовы к таким сюрпризам погоды и когда дождь прекращается, жизнь юных туристов снова активизируется. Тон задают более опытные. Спортивный туризм мне нравится тем, что мы с ребятами ходим в походы, вот у нас скоро будет поход в июле, общаемся с ними, ездим на соревнования разные, ну очень весело. Во-первых, для спортивного туризма нужна хорошая физическая подготовка, умение общения с людьми и какие-то начальные технические навыки. Турслет лета 2023 стал ярким и запоминающимся событием для всех его участников. Это не только походы, это песни, музыка, шутки, веселое общение. Славянские школьники демонстрировали свои знания о Кубани, навыки сборки спил с карты, работали с топографической картой, проводили измерения, учили условные знаки, узнали новое о ягодах, грибах и растениях родного края. После подведения итогов турслета первое место в общекомандном зачете у 20-й школы из поселка Забойского. На втором – команда 28-й школы из станицы Анастасиевской. На третьем – городская 18-я школа. Все участники слета почувствовали себя настоящими туристами, преодолевая препятствия на свежем воздухе. Получили туристские навыки, вдохновились всем увиденным и зарядились самыми положительными эмоциями. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».